Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Покупка идеи, готовая для бизнеса. А как бы вы охарактеризовали, что такое франшиза? Американцы вообще говорят про франшизу «купи себе работу». То есть это такой вариант создания бизнеса, когда ты не сам придумываешь что-то, а берешь успешный готовый рецепт и воплощаешь его согласно требованиям, стандартам успешной компании. Поэтому я думаю, что это в первую очередь возможность войти в бизнес для тех, кто либо не имеет опыта, либо каких-то знаний, либо очень хочет присоединиться к успешному бренду. Ну вот читала недавно интервью с каким-то украинским бизнесменом, и когда ему предложили купить франшизу, то есть когда он был еще совсем начинающим, он говорил, ну как это я буду покупать готовую идею для бизнеса? Я что, свой бизнес сам не могу придумать? Это такое вот распространенное заблуждение? Счастье в том, что все люди разные. И, конечно, есть те, кто идут в бизнес воплощать свои идеи, свои желания. Он, может быть, родился прямо желанием какого-то бизнеса. Им франшиза не нужна. Они действительно могут прийти и создавать свой бизнес, но им франшиза может пригодиться для того, чтобы из своего успешного бизнеса создать успешную сеть, которая будет представлена не только в этой стране, но и, может быть, в каких-то других. Но есть же люди, которые не идут в бизнес, потому что у них нет такой уникальной идеи. Или они побаиваются, что без помощи, поддержки успешного коллеги, какого-то ментора они не справятся. Вот для них франшиза уникальное практически решение для того, чтобы в бизнес войти, для того, чтобы нести ответственность за себя, за членов своих семей, за то, чтобы менять окружающий мир к лучшему с помощью такого готового бизнес-решения. Но давайте мы расскажем немножко, как работает эта система. То есть начнем с того, где можно купить франшизу. Если вы все-таки захотели войти в бизнес, решили купить себе работу, где надо начинать заниматься поиском? Давайте разделим на две ситуации. Первое, это когда вы уже точно знаете, какую именно франшизу хотите приобрести. То есть пришли куда-то, увидели кафе, магазин, которая вам очень понравилась. В общем, хотите вот не просто такую же, а именно эту. В этом случае прямо надо идти на сайт компании-владельца или к ним в офис и спрашивать, продают ли они франшизу. Даже если не продают, то, в общем, все равно надо идти и спрашивать, и предлагать, говорить о том, что вы хотите присоединиться к ним и развивать этот бренд. Потому что я могу сказать, что больше 90% компаний, которые обращаются к нам за разработкой франшизы, приходят после того, как к ним поступили какие-то запросы. Ну, спрос раздает предложение, поэтому весьма вероятно, что если вам понравилась какая-то концепция, какой-то бренд, вы захотели приобрести, даже если они до этого не думали о франшизе, вы и станете таким вот спусковым механизмом для того, чтобы они эту сеть франчайзинговую стали развивать. Ну, вот, допустим, я в интернете набираю, да, купить франшизу. Вот проводила такой опыт. Мне массу сайтов выдает поисковик. Ну, вот как проверить, действительно ли меня не обманут? В каждой стране есть каталоги франшиз, на которых компании, предлагающие франшизу, размещают свои предложения с минимальным описанием. И, соответственно, вы можете отобрать там по сумме инвестиций, по сфере деятельности, еще по каким-то параметрам. Нужно обязательно думать о том, что, или помнить о том, что такие площадки являются просто презентационной площадкой. То есть любая компания может разместить свое предложение. У ассоциации Билл Франчайзинг тоже есть такая площадка. На сайте у вас можно, да. Да, можно найти в каталоге разные варианты франшиз. И мы предупреждаем о том, что мы не проверяем франшизу. То есть вот нам принесли такое предложение, мы его разместили. И, в общем, это просто информация, которую обязательно потом нужно проверять. Потому что, вы знаете, франчайзинг вообще, как форма партнерства, не имеет никаких минусов, потому что любое партнерство – это всегда плюсы, синергия. И проблемы возникают в том случае, если одна из сторон начинает злоупотреблять своими правами или хочет обмануть. И поэтому задача любого предпринимателя, который хочет найти для себя франшизу, проверить, действительно ли такая концепция является успешной. Действительно ли все, что обещано, будет предоставлено. А вот что обещают предоставить? Допустим, вот как по той же кофейне. То есть это бизнес-план, интерьер, даже рецепты кофе. В первую очередь это имя, под которым будут работать все точки сети. В ситуации, когда это всемирно известный бренд или там известный на уровне нашей страны, понятно, что присоединиться к такому товарному знаку, который широко известен, который привлекает потребителей, очень выгодно, потому что на старте сразу вы получите какой-то пул клиентов, которые пойдут к вам, потому что вывеска такая висит. Ну вот давайте мы, наверное, поясним, что, допустим, вот тот же Макдональдс, он во всем мире по франшизам работает. В большинстве стран, да, то есть это приоритетная для них форма развития, находить самостоятельных предпринимателей, компаний в разных странах, предоставлять им вот эти права работать под брендом Макдональдс, предоставлять определенные стандарты, ну и дальше управлять уже вот отдельными ресторанами в каждой стране. Ну вот и дальше на что надо смотреть? Что должно быть прописано в условиях? Как правило, то есть основными элементами франшизы являются три. Это право работать под определенным брендом, это определенные стандарты, технологии, разные секреты производства, которые обеспечивают конкурентное преимущество на рынке. То есть почему мне выгоднее работать вот по этой франшизе, а не самому? Вот на это отвечает как бы этот блок условий. Почему же тебе будет выгоднее с нами по сравнению с тем, чтобы открыть свое собственное заведение? И третье – это обучение и поддержка в процессе деятельности. То есть на всем протяжении срока действия договора вы не остаетесь один на один с возникающими вопросами. У вас есть старший товарищ, который уже набил свои шишки, имеет опыт и в любой момент подскажет о том, как действовать. То есть большинство франшизеров, то есть тех, кто предлагают свои франшизы, они заявляют поддержку 24 на 7. То есть даже ночью вы можете ему звонить и спрашивать, что делать, если вдруг окно разбили, например. А вот на какой срок франшиза покупается? Они как-то оговорены? Год, два, три? Считается правильным, согласно, есть такой кодекс этики франшизера, то есть что правильно, а что неправильно. Так вот правильным считается дать возможность покупателю франшизы вернуть все вложенные инвестиции и заработать столько же. То есть это, как правило, двукратный срок возврата вложенных инвестиций. Если вы вложили 10 тысяч, они окупятся за 8 месяцев, значит срок действия договора должен быть около двух лет. Если срок окупаемости год-полтора, то, соответственно, около трех лет срок действия договора. Но нужно же понимать, что если вам предоставляют консультации и даже какие-то секретные рецепты, может быть, то за это нужно платить. Вот из чего состоит у нас стоимость франшизы? Вот когда мы открываем на сайте, мы смотрим, допустим, там стоимость франшизы, не знаю, 10 тысяч долларов, допустим, да, вот, потом, значит, идет процент. И потом, по-моему, там на срок окупаемости, да, прописывается обязательно на срок окупаемости. Вот цена из чего состоит? В условиях любой франшизы очень важно разделять две суммы. Первая – это инвестиции, которые нужно вложить для того, чтобы открыть этот бизнес. И, в общем, будете ли вы это делать самостоятельно или будете вы это делать с помощью франшизы, вы все равно эти инвестиции будете вкладывать в открытие бизнеса. И вторая статья – это непосредственно платеж владельцу франшизы за пользование вот этими всеми преимуществами, которые мы перечислили. Такие платежи обычно состоят из двух частей. Первый – вступительный или паушальный платеж, как правило, платится сразу при заключении договора, является фиксированной суммой и фактически является взносом за вступление в эту сеть. Кроме того, они позволяют привлечь специалистов, владельцев франшизы для того, чтобы они помогли в процессе открытия. Понятно, что основные усилия направляются именно в процессе открытия, потому что тот, кто покупает франшизу, не очень понимает, как ему действовать. Нужно правильно выбрать помещение, нужно составить его проект, нужно закупить оборудование, нанять сотрудников, провести их обучение. Вот это все, понятно, является издержкой для компании и должна быть оплачена предпринимателям, которые такую франшизу покупают. Иногда можно увидеть, что франшиза даже бесплатно предоставляется, а есть единственное, что вложение собственное. Бывают же такие случаи? Вот, допустим, у красного пищевика у нашего я такое видела, да? Да, для франшиз в сфере розничной торговли вообще почти нормой является условная бесплатность франшизы. Понятно, что в этом случае производитель через франшизу развивает свою сбытовую сеть, и для него главное, чтобы осуществлялась реализация товара, которую он произвел. Это очень эффективная система для производителей товаров, потому что позволяет каждому сконцентрироваться на том, что он лучше всего умеет. Производитель может производить непосредственно товар, думать над качеством, работать над брендом, следить за тенденциями среди покупателей. А франшизи, те, кто купили эту франшизу, они уже непосредственно взаимодействуют с клиентами на местах, смотрят, какие есть особенности в том или ином городе, в той или иной стране. Ну и, в общем, они имеют возможность быстро, гибко реагировать на всякие разные ситуации. Ольга, а, допустим, ну вот есть у нас предприниматель, нашел он франшизу, которую хочет купить, нашел, допустим, тоже кафе, которое хочет открыть, а могут ли ему в этом отказать? Да, могут. Дело в том, что, вы знаете, два самых больших заблуждения, которые при развитии франчайзинга встречаются. Первое, это когда компания испытывает определенные сложности, они говорят, у нас вот не очень получается зарабатывать доход на своих собственных магазинах, кафе, а давайте-ка начнем продавать франшизу и будем зарабатывать вот на этих платежах. И это большое заблуждение, потому что разработка франшизы и развитие франчайзинговой сети, и поддержка предпринимателей, которые работают под этим брендом, требуют инвестиции, то есть это тоже инвестиционный проект с определенным сроком окупаемости. То есть компания должна вкладывать в свое развитие, должна осуществлять дополнительный контроль, должна осуществлять помощь для вот этих предпринимателей. И второе заблуждение, это когда предприниматель считает, что он купил франшизу, заплатил, и значит, ему больше ничего не нужно делать. Все сделают за него. Вот это тоже заблуждение, потому что бизнес, независимо от того, по франшизе он или свой собственный, это ответственность и риски предпринимателя, и нести он их будет в любом случае. Франшиза всего лишь позволяет снизить эти риски за счет использования вот уже используемой на рынке модели, какой-то бизнес-модели, и за счет поддержки опытной компании. И поэтому почему могут отказать предпринимателю, который пришел покупать франшизу? Потому что компания уже открыла какое-то количество точек, 10, 15, 20, и имеет довольно четкую статистику о том, у кого получается, а у кого не получается. При разработке франшизы мы всегда описываем определенный портрет вот этого предпринимателя, который должен войти в сеть. И в том случае, если сразу понятно, что вы в этот портрет не вписываетесь, вам откажут в праве работать по этой франшизе, просто потому что компания тоже вкладывает свои ресурсы в открытие каждой франчайзинговой точки, и тратить эти ресурсы без результата, без итога просто не имеет смысла. И я призываю всегда таких предпринимателей позитивно оценивать тот факт, что вам отказали. Тем самым компания сэкономила ваши деньги, время, силы и уберегла вас от неудачи в бизнесе. Я могу сказать, что являюсь руководителем компании, которая развивает свою франчайзинговую сеть. И вот мы после открытия 4-5 франчайзинговых точек очень четко увидели портрет. И на сегодняшний момент около 20-30% всех поступающих заявок мы отклоняем, просто потому что хорошо понимаем, у кого получится, а у кого не получится. Начну я, наверное, с того, что вот как наши слушатели звонят, не всем нравится слово франшиза, но мы, наверное, объясним, что это международный термин, да, то есть вот как франчайзинг. Да, отношения между двумя сторонами называются франчайзингом, а вот тот пакет условий, прав, которые передаются по договору, он называется франшизой. То есть это то, что вы получаете по договору франчайзингом. Русского эквивалента этому слову нету, вот когда придумаем, да. Белорусский закон предлагает такое понятие лицензионного комплекса. То есть это комплекс прав, который передается. Или продажа идеи, например, да, ну вот слушатель наш предложил, давайте заменим. Ну, давайте мы пока ничего менять не будем, да, у нас уже, наверное, те, кто работает, уже привыкли к этой терминологии. Ольга, давайте мы, наверное, расскажем вот самые распространенные сферы, да, вот где можно купить и продать франшизу. То есть не во всем, допустим, там в производстве это редкость. Ну, от большего к меньшему. Больше всего франчайзинг используется для развития сетей в розничной торговле. В основном это производители, которые вот с помощью продажи франшизы развивают свою сбытовую сеть магазинов, в которых этот товар продается. Общественное питание очень хорошо тоже масштабируется через этот инструмент. То есть пиццерии, рестораны какие-то, кофейни, да, фастфуд, все вот эти сферы, там, где стандартный продукт, там, где важно требование к качеству, чтобы покупатель был уверен, клиент, гость, что он придет в любой стране, в любом городе, он именно этот продукт одинаковый везде найдет. Следующие это услуги для населения различные, образовательные, фитнес-центры, какая-то уборка домов, помещений, территорий, всякое-всякое. То есть разные услуги для населения. Услуги для бизнеса тоже могут развиваться с помощью франшизы. Ну и производство действительно реже всего встречается по той простой причине, что это намного сложнее один и тот же завод на разных территориях воспроизвести одинаково. Собственно, может, производству и не нужно столько заводов, да? Да, как правило, это развитие своих собственных каких-то объектов, но встречаются и такие варианты в франшиз, в сфере производства, в основном для каких-то небольших локальных таких вариантов. И Беларусь не исключение, да? В Беларуси вот мировые все тенденции по франшизам, они, собственно, для нашего рынка свойственны, да? Да, практически мы повторяем вот те цифры, которые мы видим в мире везде. То есть точно так же у нас в большей степени развита розничная торговля. Единственное, что у нас в следующем идет не общественное питание, а услуги для населения, потом общественное питание, услуги для бизнеса и совсем чуть-чуть производства. А что касается количества, допустим, есть какая-то у вас статистика? Сколько было в прошлом году заключено таких договоров? Существует официальная статистика. По законодательству договоры франчайзинга подлежат регистрации в национальном патентном органе, но здесь нужно сказать, что не все договоры регистрируются. Ряд из них просто не попадает на регистрацию, а некоторые не регистрируются в связи с особенностями законодательства нашего. И поэтому вот мы, кроме официальной статистики, еще обязательно отслеживаем реальную, то, что происходит. Ну вот на начало 2019 года мы оценивали таким образом, что порядка 500 компаний, франчайзеров, то есть франшиз, концепций присутствуют на белорусском рынке. Из них около 80 – это белорусские компании. То есть наш рынок еще относительно молодой, да, и, скажем так, немногочисленный по сравнению с той же Украиной. Действительно, мы даже от стран-соседей отстаем значительно. Причиной этому является то, что довольно долго законодательные ограничения существовали на развитие этого инструмента. И дело в том, что вот в тот момент, когда в России, в Украине все это активно развивалось, у нас нельзя было такие договоры заключить, вот из-за особенностей законодательства. Но, тем не менее, с 2012 года, вот в 2011 году мы зарегистрировали ассоциацию. В 2012 году прошло первое мероприятие, на котором была презентация франшизы, заинтересованных в выходе на белорусский рынок. Вот на тот момент было всего три компании, которые предлагали свою франшизу белорусские. На сегодняшний момент вот уже их больше 80. То есть, в общем, во многом, конечно, последние годы такой активный рост и высокая заинтересованность. Довольно много предпринимателей, которые уже понимают, зачем этот инструмент может им пригодиться в создании и развитии бизнеса, используют, обращаются. То есть, если в начале, когда мы проводили мероприятие, большая часть аудитории приходила для того, чтобы узнать, для того, чтобы вообще понять, что это за инструмент и как им можно пользоваться, сегодня это уже такой сформированный конкретный запрос. То есть, они приходят находить именно свою франшизу, которая им интересна, которая подойдет, которая будет хорошо развиваться в их городе, для небольших городов тоже активно используется. А вот роль ассоциации на вот этом рынке, она какова? То есть, вы проводите какие-то консультации. Допустим, вот есть ассоциации, которые отсеивают недобросовестных участников. Вот чем ассоциация Билл Франчайзинг занимается? В первую очередь, конечно, ассоциации – это объединение компаний, которые заинтересованы этот рынок развивать. И в этом смысле, безусловно, мы проводим оценку членов ассоциации, смотрим, насколько действительно совпадает то, что они заявляют, с реально предоставляемыми пользами для предпринимателей. Вторая функция, которую мы видим для себя – это создание стандартов. Очень бы хотелось, чтобы белорусский рынок франчайзинга развивался не по какому-то своему отдельному пути, а в соответствии с трендами и стандартами международного рынка. В этом смысле, в прошлом году наша ассоциация стала членом Всемирного совета по франчайзингу. Это такой высший орган в мире, куда входит больше 40 стран. И то, что мы стали членом этой организации, говорит о том, что стандарты, которые мы используем на этом рынке, они полностью соответствуют международным. Что это дает нашим компаниям? Это возможность выйти на международный рынок с тем пакетом, то есть он не будет отличаться от любых других предложений. Ну и третье – это, конечно, практическая функция. Это консультации для тех, кто хочет разработать свою франшизу, продвигать ее, это проведение различных мероприятий, издание практических учебных пособий, это непосредственные консультации предпринимателям, то есть те, кто хотят купить франшизу, мы их консультируем бесплатно, помогаем в решении вопросов, помогаем найти друг друга, владельцу франшизы и тому, кто хочет ее приобрести. Но это действительно такая большая проблема для бизнеса – найти друг друга. Вообще-то денсы мировые какие на рынке? Вы говорите, мы движемся в этом направлении, или хотим двигаться, по крайней мере. Мне кажется, основная тенденция, в которую нам сейчас надо попасть, это то, что во всем мире развитие малого и среднего предпринимательства без франшизинга вообще не мыслится. То есть это такой очень важный элемент вообще всей системы развития малого и среднего предпринимательства. И если посмотреть на какие-то международные выставки тех предпринимателей, которые приходят покупать, мне кажется, что у них прям с зачатками бизнес-образования сразу этот инструмент понятен. Для многих наших предпринимателей это еще в диковинку. И поэтому вот очень важно сейчас поддерживать вот этот тренд того, что начинающие предприниматели, молодые или уже более возрастные, они хорошо понимают, зачем им нужен этот инструмент, и могут оценить свои выгоды и эффекты, которые они от этого получат. Я, конечно, прям вратую всеми фибрами своей души за франчайзинг, но тем не менее четко могу сказать о том, что не всем подходит этот инструмент, но все должны обязательно оценить, подходит или не подходит, почему. И вот для этого определенные знания нужны, и мы большие усилия направляем на то, чтобы эти знания внедрить. Мне кажется, подвоха вообще в этой теме нет, в франчайзинге, да? Казалось бы, приходишь, тебе помогают развивать бизнес, если ты начинающий. А все-таки, ну почему, чего боятся, например, те же белорусские предприниматели? Боятся того, что ты найдешь франшизу, заплатишь какие-то деньги, то есть понесешь определенные затраты и не получишь того, на что ты рассчитывал. И вот здесь, конечно, момент оценки выбора франшизы, он очень важен. Здесь, если не хватает собственных знаний, навыков, понимания, нужно обращаться к специалистам, можно в ассоциацию, можно к юристам обязательно, потому что договоры эти, это же передача интеллектуальной собственности, такого вот нематериального актива, то, что пощупать нельзя. Все эти права, ноу-хау и прочее. Поэтому договоры многостраничные, очень подробно все описывающие. Договоры в основном защищают владельца франшизы, а не того, кто ее покупает. Поэтому, конечно, мы рекомендуем привлекать специалистов для оценки выбранных вариантов. На что обращать внимание, когда вы выбираете? Ну, наиболее успешны те франшизы, где в сетях присутствуют собственные объекты и франчайзинговые. Потому что, если убрать за скобки, ну, такие откровенно мошеннические схемы, когда вообще не существует никакого бизнеса, взяли, написали вот такое красивое предложение, придумали за него стоимость, разместили в каталоге и давай привлекать предпринимателей. Ну, их довольно легко отсечь, потому что можно съездить, посмотреть, где представлены эти точки, как они работают, какие есть специалисты, кто осуществляет такую поддержку. Но еще, возможно, ситуация, когда компания развивалась-развивалась, потом с доходностью не очень понятно, и они начинают продавать франшизу. Все свои точки закрыли и занимаются только тем, что, в общем, продают франшизу и с этих доходов живут. В Беларуси тоже встречаются такие варианты, поэтому очень четко надо понимать, а какую же пользу принесет вам вот вступление в такую сеть? Какую пользу может оказать вам владелец франшизы? Мы всегда рекомендуем и тем, кто предоставляет свою франшизу, и тем, кто ищет для себя франшизу, отвечать на вопрос, почему мне работать с этим партнером будет выгоднее, чем самостоятельно. И если есть четкие ответы на эти вопросы, желательно еще и выраженные в цифрах, то, в общем, значит, все там в порядке. А если начинаются разные рассказы на несколько страниц обычно, то тут надо перепроверить. И обязательно еще встречаться с теми, кто уже работает по этой франшизе, и спрашивать. Это самая объективная и достоверная информация. А в законе прописано четко, когда стороны не выполняют свои обязательства, как решать этот вопрос? Закон говорит о том, что заключение договора франчайзинга, предполагает передача интеллектуальных прав. То есть если вам предоставили право работать под этим именем и предоставили описание секретов производства, то, в общем, вот и все, договор случился. Но я не выполняю, например, требования. Понимаете, даже если вы выполняете требования, ведь это не значит, что вы получите от этого пользу или выгоду. И в этом смысле добросовестный франчизер, добросовестный владелец франшизы, он всегда ориентирован на доход своих франчизи. Я вот недавно в Москве присутствовала на выступлении руководителя и собственника одной из самых больших и успешных франчайзинговых сетей 1С. И вот он хвастался практически доходностью своих франчизи. Он говорил, ну посмотрите, у них же здание лучше, чем у нас, у них же сотрудники лучше, чем у нас, они вообще себя чувствуют лучше, чем мы. И это так прекрасно. И вот действительно предметом гордости успешного франчизера являются доходные франчизи. И, в общем, на это они должны быть ориентированы. Как дать помочь заработать? Как быть уверенным в том, что твои франчизи вернут все инвестиции вложенные? В том случае, если франчизи доходные, и у франчизера все будет хорошо. Вот 21 числа у вас будет еще мероприятие, да, там, наверное, можно прийти, поговорить с вами, увидеть, будет ярмарка, франшиз, да? Да, 21 марта в рамках Всемирной недели предпринимательства, да, в рамках программы развития ООН по содействию занятости и самозанятости в малых и средних городах Республики Беларусь мы будем проводить мероприятие, на котором будет выставка франшиз, больше 25 компаний из Беларуси, России будут представлены, будет выступление экспертов, все это будет проходить в президент-отеле, поэтому мы с радостью приглашаем всех, кто интересуется этой темой или, может быть, сейчас заинтересовался, потому что будем прямо рассказывать на пальцах, очень доступно и понятно, как выбирать, на что обращать внимание, как найти именно своего партнера. В некоторых книгах можно увидеть сравнение по выбору франшизы с заключением брака, то есть это такой твой партнер, надолго, от него зависит, в общем, твоя успешность и жизнь, по крайней мере, на несколько лет, поэтому крайне важно найти именно своего партнера. Вот будем об этом очень много и подробно говорить. И в этом будете тоже консультации, да, вас там тоже можно будет найти, если у кого-то будут вопросы. Большое вам спасибо за сегодняшний разговор. Я нагадаю, что у нас у гостях была старшиня ассоциации Белфраншайзинг Вольга Лявунцева. Коли у вас сейчас остались о пытании 21-го соковика? Вас шакают у президента отеля. Там можно будет задать пытания, какие не поспели задать сегодня. Нашу программу, актуальный микрофон завершена. Я ее провели Вольга Семашко и Наталья Степашкина. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова